Я точно… Следующий пункт. Когда я готовился к сегодняшнему видео, я изучил немало материалов. Серьезно, я хорошо постарался и просмотрел пару десятков женских журналов и каналов на ютюбе. И я выяснил, понять женщину непросто. Теперь вы можете подумать, спасибо Кэп, я бы никогда не подумал. Но постойте. Несмотря на то, что я обнаружил немало противоречий, я все-таки смог разглядеть определенные закономерности. Черты мужчин, которые все женщины находят невероятно привлекательными. Я приведу пример, который меня удивил. Бейсболка козырьком назад. Я лично не поклонник такого стиля и считаю это проявлением незрелости. Но я неоднократно встречал в интернете женщин, которые говорили, что им нравится подобный стиль. Еще один пример, и здесь я могу понять женщин, незавязанный галстук бабочка. Сегодня мы поговорим о тех неочевидных вещах, которые кажутся девушкам привлекательными. Мы уже начали говорить про галстук, в целом мне кажется, что они исчезают из гардеробов. Но, например, Анита говорит, что всякий раз у нее возникает желание схватиться за галстук и притянуть своего парня поближе. Дженнифер пишет, что и нравятся мужчины, которые носят классические и вязанные галстуки, которые явно сигнализируют о том, что у мужчины есть стиль и ему нравится, как он выглядит. Если вам приходится носить галстук из-за дресс-кода, попробуйте ослабить узел, расстегните верхние пуговицы, оттяните галстук и женщины будут без ума. Обувь не менее важна, особенно ковбойские сапоги и поношенные рабочие ботинки, которые, однако, должны быть чистыми и ухоженными. К моему удивлению, ремни также попали в этот список. Точнее, женщины отмечали, что им нравится звук пряжки. Теперь поговорим о том, что происходит в машине. Женщины просто тают, когда мужчина крутит руль двумя пальцами. Они ощущают, что мужчина действительно расслаблен. Возможно, дело в пальцах, кто знает. Следующий пункт в нашем списке – локоть в окне. Я думал, это совершенно нормально и позволяет обходиться без кондиционера, но огромное число женщин находят это сексуальным. Дальше по списку – когда вы сдаете назад. Лесли пишет, что она обожает, когда ее парень оборачивается и кладет ладонь на ее подголовник. Безопасность – это сексуально. Как скажешь, Лесли. Также очевидно, что женщинам нравится параллельная парковка. Девушка пишет, когда мой мужчина плавно заезжает на грузовике в узкое пространство… Ох… Ребят, вы когда-то слышали, чтобы женщины издавали такие звуки, когда вы паркуетесь параллельно? Мне нужно лучше парковаться. Теперь поговорим о том, что происходит здесь. Девушкам нравится, когда парень демонстрирует интеллект, но при этом не выглядит высокомерным. Теперь о чтении в публичных местах. Есть целый профиль в Инстаграм, где выкладывают фотографии читающих парней. У женщин слюнки текут, когда они видят читающих привлекательных парней с большими мышцами. Следующий пункт – готовка. Не устану повторять. Я на своем опыте убедился, что кулинарные навыки – секретное оружие мужчины. Когда я встречался с девушкой, я просто готовил для нее, и мои старания не оставались незамеченными. Сейчас я хочу обратиться к некоторым из вас и предупредить о некоторых распространенных ошибках. Мы привыкли носить футболки. Белые, черные, свободные и в обтяжку. Дело вот в чем. У тех футболок, которые вы сейчас видели на экране, есть нечто общее. У всех этих парней хорошая фигура. Если вы худощавы, подтянуты, либо мускулисты, вы можете носить футболку и хорошо выглядеть. Особенно если футболка подчеркивает рельеф вашего тела. Но если ваша фигура напоминает грушу, лучше избегайте футболок. Именно поэтому важно определить тип вашей фигуры. Парню с более широкой талией, я бы порекомендовал повседневную рубашку на пуговицах. Что хорошего в рубашках, так это то, что вы можете закатать рукава, и окружающие будут видеть ваши предплечья. Серьезно, женщины обожают видеть мужские предплечья, особенно если вы качаетесь и под кожей проступают вены. Я также увидел дельный совет от Маргариты. Она пишет, что ей нравятся закатанные рукава и часы. Полностью согласен, часы это отличный аксессуар. Теперь поговорим о положении рук. Например, можно коснуться рукой спины девушки, когда вы показываете ей, где можно присесть. Также я знаю, что некоторые парни кладут руку чуть выше колена, когда они с девушкой в баре. Оба эти жеста весьма спорные. Многие женщины сказали бы, что им это безусловно нравится, но только если речь идет об их парнях или муже. Стоит руководствоваться здравым смыслом. Не касайтесь коллег по работе и людей, с которыми вы не слишком хорошо знакомы. Убедитесь, что человек не возражает против того, чтобы вы к нему прикасались. В то же время, например, если вы говорите по телефону, вы можете приобнимать вашу девушку и демонстрировать ей, что вы думаете о ней и уделяете ей внимание. Говоря о внимании, нельзя не отметить, что зрительный контакт также очень важен. Одна женщина пишет, что у ее парня потрясающие голубые глаза. Она говорит, что когда они встречаются глазами, ее сердце тает. Другая девушка рассказала, что ей нравится, когда ее парень пристально на нее смотрит и что ее сердце замирает всякий раз. Также не забывайте про очки. Они безумно нравятся девушкам. Немного о животных. Елена пишет, если вы найдете парня, который без ума от кошек, то считайте, что я влюбилась. Мне нравятся кошки, но ни один уважающий себя мужчина не скажет, что кошке ему нравится больше собак. Хотя есть исключения. Например, Франк. Теперь поговорим о движениях, которые мы зачастую совершаем неосознанно. Некоторые из них довольно простые, например, когда мы взъерошиваем волосы или откидываем прядь со лба. Девушкам также нравится, когда парни проявляют доброту по отношению к детям. Девушки ищут мужчину, который станет хорошим партнером и отцом. Поэтому отношения с детьми являются хорошим индикатором. Господа, с каким из этих пунктов вы согласны? Я хочу услышать ваше мнение в комментариях. А чем будет следующее видео, как насчет 10 вещей, на которые женщина обращает внимание во время знакомства.